Всем привет! Это Олег, ОР3 еще. Сегодня я вам немножко расскажу о своем проекте Neon. Как известно, реализация проекта немножко растянулась, поскольку мне пришлось отвлечься от этого проекта более чем на 5 лет. Ну и соответственно технологии вышли немножко вперед, поэтому сейчас многие блоки заменяются на новые и скорее всего в итоге получится совсем не то, что планировалось изначально. Сегодня я хочу рассказать немножко о новом блоке управления, а точнее показать, что можно получить по части графика и интерфейса с использованием достаточно простых контроллеров. STM32 и F746, а не взрослых процессоров по типу того, как использованы в трансиверах FlexMaestro, SunSDRM-B1 и и тому подобных. Итак, новый блок управления построен с использованием большого 7-дюймового экрана. Разрешение 800 на 480, в принципе, достаточно стандартное для современных конструкций. Есть кнопочки, энкодеры, 7 энкодеров, 42 кнопки, больше десятка светодиодов, но речь пойдет о другом. Когда я затевал модернизацию блока управления, было желание реализовать так называемый look and feel такого уровня, как в трансиверах FlexRadio и SunSDRM-B1. То есть ставилась задача получить быструю графику и отзывчивый пользовательский интерфейс. Сейчас продемонстрирую, что из этого всего получилось. Значит, для управления используется емкостной тачскрин, контроллер тачскрина самодельный, выполнен программно с использованием еще одного контроллера из серии STM32. То есть сам тачскрин – это просто стекло. Вот. Приступим. Значит, в принципе, все достаточно стандартно. перемещение шкалы амплитуд, изменение масштаба по оси амплитуд, сетка пересчитывается сразу же координатная. В процессе, так сказать, пару слов о сигнале – это симуляция, то есть записан реальный спектр и добавлен генератор случайных чисел. Получено в итоге такое решение, подходящее для отладки всяких экспериментов по части графики. Вернемся к интерфейсу. Перемещение по частоте, изменение размеров спектра и водопада, изменение ширины водопада. Обратите внимание, что водопад пересчитывается при изменении параметров панорамы. Также можно поменять размер по оси XO кнопочками. Вот. Про служебную информацию в правом верхнем углу загрузка процессора. Здесь количество кадров, которое отображается. Прорисовка производится синхронно с кадровой разверткой. И время затрачиваем на рендеринг одного кадра. Можно немножко усложнить. Например, эквалайзер. Кстати, эквалайзер полностью функциональный. Вот, например, так. Запишем. Вносим. Остановим. Управление может производиться как энкодерами, так и с тачскрина. Обращаем внимание, на прорисовку затрачивается около 25 миллисекунд. То есть, весьма приличный запас имеется интерфейс с прозрачностью, с двумя слоями. Если мы откроем менюшку, тут получается даже три слоя. Что еще можно показать? Можно показать, например, менюшка по части ночьфильтра ручного. Это реальный спектр, который на выходе у нас трансивера. Вот мы можем перестраивать ночьфильтр, изменять его ширину. Слышно изменения. Можно перестраивать таким образом. Точно так же можно менять параметры отображения маленького водопада и спектра по низкой частоте. Можно выключить ночьфильтра. Вот, что можно сделать по части графики с обычным микроконтроллером. Спасибо за внимание. Надеюсь, смогу порадовать вас в ближайшее время другими видео.